Вот сегодня я хочу разыграть вот такой парик. Не нужно мне его поставить. Сейчас я... Такая грязная штука. Так, вот такой вот он. Он новый. Я его себе заказала, но он мне не идёт абсолютно. Вот. Так что вот хочу его разыграть. Подписывайтесь. Пишите комментарии под видео. И у вас будет шанс. Через неделю разыграем. Доброе утро, мои дорогие. Вот смотрите, какой куст-то расцвёл-то весь. Уже там отцветают, конечно. Вот эти вот жуки. Красивые любят. Любят они в розах. И эти вот цветут. Это тоже начинают. Тоже начинает расцветать. Вот какой лопусик распускается. А у кактусов-то сколько малышей. Интересно, будет цвести в этом году? В том году цвёл. Правда, один цветок только был. Вот. Отцвела акация. И опять весь двор у меня засыпанный. Подметать надо. Как быстро эта красота исчезает. Зато он, розочка-розенька, распускается ещё, да. Вот. Что хочу сказать вам, мои хорошие. Читала комментарии в 6 утра по поводу шляпы Кашпо. Вот после таких ваших комментариев хочется прям хватать что-то и что-то делать, делать, делать. Спасибо вам, мои дорогие. Вы меня прям вот... Господи, как это сказать-то? Склероз-то, да? Прям толкаете меня на работу. Вот она и шляпа стоит. Я торопыга такая и забыла снять подставку-то я там начинала делать. Ну вот. Такая подставочка ещё получилась. Всё засыпало. Всё заросло. И в щелях надо всё это опять срезать. У меня просто нет времени. как можно найти на всё время. В сутках только 24 часа. Это вот гранат собирается свести. Но почему-то очень мало цветочков в этом году. В прошлом году он мне 40 штук гранат здоровенных дал. А в этом году только 4 цветочка. Может быть, ему отдыхать надо. А может быть, его обрезать надо было. я не знала. Не знаю. Ой, вот прям вот как давно они цветут. Я говорю, всякие благородные цветы так быстро цветают. А эти цветут себе и цветут беленькие. Подсолнухи у меня растут. Ну, правда, тоже не все взошли. Сколько сажала, но растут. Так. Ну что, мои дорогие? Пошла я дальше работать. С такой поддержкой. Ой. Как вы у меня. Можно горы свернуть. Да, кстати, еще спрашивают у меня, уехала подруга моя или нет. Нет. Они еще недели три будут. Отпуск у них на севере длинный. Загорают, купаются. Это мне некогда. Да я и не люблю холодную воду. Она еще холодная. Кто это идет? Кабасенька идет. Ты мой дорогой. Надо потереться. А бабушку, конечно, пошел молоко пить. Сейчас я тебя налью. Подожди. Валера, пошел ему молоко наливать. Ну вот, девочки мои дорогие. Всем, кто удивлялся, чтобы в холодильнике можно что-то вырастить. Вот. Три помидора уже прям на бамбуке стоят. А чего удивительного-то, господи. Посадим во что угодно. Зато на одном перегное я думаю, что и мало того, что пластик пищевой тут. Посмотрим, что вырастет. Еще один мы холодильник разобрали. Вот. Посадили в него три штуки черного мавра, помидор. Но они маленькие, конечно, совсем. И базилик по краешку. И вот тут, в этих отделениях. Пускай растут. Мало того, микроволновку сняли дверцу. Она вообще металлическая. И она давно не включалась. Поэтому я думаю, что ничего страшного с ней не будет. Вот. Салатик тут посадили. Ну, а тут уже в новом возле перчик растет. Ну, что делать, если все зацементировано практически. Вот у меня есть вот вот сегодня выдрали шиповник. Вот видите же, что у меня все зацементировано. Ну, что это? И везде цветы растут. Черная вода лакает. Поэтому приходится сажать во всякие разные емкости. надо, конечно, надо, конечно, взяться, разобраться. Это тоже цемент. вот, что вам хочу сказать. Что вам хочу сказать. Видео вот с этим кашпо посмотрели, вы, наверное, не поверите, полмиллиона человек. если у меня всего просмотров там миллион шестьсот с чем-то там тысяч. тут полмиллиона. Тут полмиллиона. Да и это тоже тоже посмотрели много людей. Вот, а что ж это такое? Вот как выгорает на солнышке. А мне почему-то больше всех обидно вот за за эту юбку. Это ведь обычная джинсовая юбка. Сделала дно. Вот это все. Все цемент. Потом красила. Вот, даже не спасает лак. Облезает, конечно. Надо еще раз покрасить, наверное. Лаком покрыть. Я другим лаком покрывала. Лучше, конечно, всего держит яхтенный лак. Когда вы красите чисто вот водоэмульсионной краской и потом покрываете яхтенным лаком, он вот больше всего, лучше всего держит. А тут я покрывала каким-то лаком по дереву, облезает. А этот вот тоже облезает. Но извините меня, на таком солнце ей уже год. так что вот, да, вот за мои года больше 30 лет, когда я вот всем этим занимаюсь, яхтенный лак, это да. Тоже надо зашкурить, покрасить, да еще разок покрыть. солнце тут такое сумасшедшее. В средней полосе стояло бы и стояло лет пять. вот, а что я еще хотела сказать вам в конце сегодняшнего видео. Мои дорогие, вот благодаря тому, что вы у меня есть, вот такие душевные, понимающие, нормальные, хорошие люди. Вы знаете, я стала, вот последний раз мне попадались негативные такие комментарии противные, а я смеялась. Сама на себя удивилась, думаю, что это. Вон, слива опять валяется, господи. Так что я, наверное, начинаю закаляться. И не так реагировать на все эти гадости. Ну что, вот надо все подметать. Вот это вот у меня огурец растет. Ой, все убирать надо. А такая плитка вот эта, знаете, вот вы не думайте, что у меня тут такая грязь. Нет. Она красивая, только пока мокрая. Вот ее моешь. Видимо, вот эта вся пыль, которая в этих ямочках собирается, она вот такая вот страшная. Пока помоешь ее, она коричневая, такая блестящая. А потом высохнет. И вот опять тут что? Только мыли ведь. огурчик у меня растет. И тут вот огурчик у меня растет. Ой. А сливы-то сколько? Ой. Опять будет наверное, как позапрошлым году. Ой, знаете, как больно по голове падают. Опять, Валер, смотри, сливы-то сколько вообще. Да, тут вот как виноград ищет. Угу. Грозь, скажем, сейчас. Ведь старое дерево такое. А столько сливы родит. Ветка там висит здоровая. прям надломленная пополам. Я все ждала, когда она упадет от ветров. Нет. А это вот это вот акация вот отцветает. Вот эти две штуки тут. Вот от них мусором. Это вот это еще цветет. Сейчас все попадает. Облетит. Черный под ногами Валер путается. Кушать хочет. Так что, мои дорогие, благодаря вашей поддержке я становлюсь сильнее. За что вам огромное спасибо. Прям поклон вот до земли. Спасибо, мои хорошие. только ради вас я и занимаюсь всеми этими делами. Да, Кабасик? Попил молочка? Да. Ты мой хороший. Так что, мои дорогие, я вас люблю, очень вам благодарна. Спасибо вам большое. Ну и пока-пока. Надо что-то делать дальше. Спасибо.